Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Бехокатай. Сказано в нашей главе, если вы будете следовать моим законам, соблюдать мои заповеди и исполнять их, то я дам вам дожди вовремя, земля даст урожай, и пылевые деревья дадут плоды, и так далее. Вначале нужно сделать оговорку, о какой земле здесь идет речь, не о всякой, а о земле Израиля. Тем не менее возникает вопрос, почему все упоминаемые в Торе материальное благословение, которое мы получаем за исполнение заповедей, касаются только сельского хозяйства? Блодородные поля, виноградники и тому подобное. Почему Тора не обещает нам богатство, деньгами, золотом, драгоценными камнями, что у нас будет много недвижимости, земли, дома? И ответ заключается в следующем. Когда у человека во владении есть деньги, золото и прочие драгоценности, он ощущает себя прочно, уверенно стоящим на ногах, и у него уже нет потребности поднимать глаза к небу и просить о помощи свыше. Ведь благословение уже у него в кармане. Золото не ржавеет, деньги не портятся, при этом за деньги можно купить все, что угодно. Человек настолько полагается на свое богатство, что ощущает, даже если в земле Израиля будет голод, он заберет свое имущество, уедет в другую страну и будет жить там в богатстве. Поэтому Всевышний дает тому, кого он любит, такое богатство, которое не прервет связь с ним. Это и будет как раз сельскохозяйственное угодие и все, что связано с землей. Это богатство, зависящее от дождя, от прочих природных явлений, которые не во власти человека, а только в руках Творца. В случае такого имущества, чем богаче, чем человек, тем больше он заботится о существовании своего имущества, ему постоянно нужна молитва и просьба о помощи свыше. А значит, тем больше его сердце связано с небесами. Ведь так работает в этом мире. Если богач дает бедному значительный подарок, то чем больше подарок, тем меньше зависимость бедного от богача. То есть, если богач даст ему настолько много, что может превратиться в богатого, то его благодетель уже будет совершенно ему не нужен. Получается, что сам подарок отдалил дающего от принимающего. И поэтому, если бы Всевышний тоже давал нам такие подарки, то после них мы совершенно не нуждались бы в его благословении и влиянии. И это уже было бы не благословение, а самое большое проклятие, как только-только может быть. Ведь истинное благо – это только близость к Творцу. Мы бы об этом много говорили. И об этом говорит царь Давид в книге Тегелим, в своей книге. А я, близость Всевышнего, мне хороша. И еще известный псалом, который мы читаем в каждой Рошходыш. «Одного прошу я у бога, одного я ищу, чтобы пребывать мне в доме бога во все дни жизни моей, чтобы созерцать великолепие бога». Царь Давид. Близость к Творцу – это главная задача человека в этом мире, посредством которой он идет главной цели своей жизни – стать полноценным партнером Всевышнего, настоящим получателем, наилучшим получателем его блага. И тем самым давая возможность Всевышнему реализовать цель творения, передать от себя, от абсолютного добра, добро своим творениям и главному творению человеку. Поэтому самые лучшие, самые настоящие подарки, они тогда таковы, когда их следствием является то, что человек становится зависим от Творца, и его глаза непрерывно направлены к нему. Ощущение вот такой зависимости от Творца – это единственная зависимость, к которой стоит стремиться, и которой стоит дорожить, и которой стоит развивать, а не наоборот гасить, убегать. Причина одна – в результате этой зависимости мы прилепляемся ко Всевышнему. Отсюда мы учим, что благословения Творца двойны. Во-первых, благословение само по себе заложено добро и благо, а значит счастье, по дому которому нет. И кроме того, чем более велико благословение, тем больше зависит зависимость от Всевышнего и прилепленность к нему. А каковы самые великие благословения и самые дорогие подарки? Здоровье, семья, дети, жизнь само по себе. Эти вещи невозможно положить в сейф. Жизнь и здоровье, как наши, так и наши дети, в руках Творца. И Он хранит их, точно так же, как с пропитанием. И даже если кажется, что зарплата поступает нам каждый месяц на счет, человек должен знать, что это лишь видимость. На самом деле все по воле Всевышнего и все под его управлением. И если человек будет чувствовать, что ему всегда необходимо просить о пропитании, и что его жизнь и здоровье, и здоровье его семьи находятся в руках Всевышнего, и глаза его всегда будут овстремлены вверх, то тогда у него будет все больше и больше благословений. Исторический опыт нашего народа – прямое свидетельство тому, что в периоды, когда евреи жили по законам Торы, с неба была милость Всевышнего. В такие времена они с честью выходили из любых испытаний, достаточно вспомнить годы правления царя Давида, с его победоносными войнами, а затем 40 лет процветания при царе Шламу. Но является ли благословение Всевышнего, которое материализуется в виде дождя, в нужное время урожая земли, плодов, деревьев, о котором сказано в нашем отрывке в недельной глибе, наградой? Нет. Известно, что каждому из людей воздается за его поступки в полноте, лишь после того, как душа его покидает этот мир. Просто при создании мироздания Всевышний сразу разделил два периода. Период работы, который сейчас у каждого из нас идет, и период награды. И период награды, так как он в будущем, вот и называется он – будущим миром. Но есть правило, о нем пишет Армхаль, известный каббалист, и в своей книге Дер-Эхашем мы ее не раз уже упоминали. В земной жизни человек получает воздаяние от Всевышнего, частичное за те свои поступки и грехи, и добрые дела, которых меньше. Вы уже говорили это. Именно этим мы можем объяснить, например, тот факт, что явные злодеи случаются, благоденствуют и живут хорошо, просто они получают при жизни воздаяние за свои те немногие добрые дела, которые они делают. А хорошие же люди, цадики, подчас страдают, искупая уже здесь за свои немногие прегрешения. И эта ситуация прямо имеет свое название, да, цадик в РЛО, праведник которому плохо. Но несмотря на то, что награда и наказание – это отдельные законы, почему же в нашей главе перечисляются так называемые благословения, если мы слушаться будем по велению Бога, и так называемое проклятие, если не будем слушаться? Потому что это не награда и наказание. А тут речь идет о законах мироздания, в том числе о законах природы, то есть законах, по которым Всевышний управляет этим миром. Если евреи соблюдают заповеди, то идут дожди в нужное время. Понятно. И это относится к системе Ашгаха-Хлалит, к надзору над Клялис-Рэль в целом. Но есть еще один вид реакции Всевышнего на наше поведение, в нем пишет Рамхаль в тот же Дереха-Шем, в зависимости от поведения человека, лично на него спускается определенное влияние Всевышнего. Как раз он и пишет в разделе, касающий Ашгаха-Хлалит личного проведения. Это такое следствие его поведения, которое позитивно в случае соблюдения человеком заповеди и направлено на то, чтобы поддержать человека на его правильном пути. Ну и наоборот. И это называется Ашгаха-Хлалит, частное божественное проведение. Это как раз все то, что люди путают с наградой и наказанием. Вторая часть нашей недельной главы, это так называемые проклятия. Не хочется о них говорить, и в синагоге, в шаббатах читают обычно их тише и быстрее. Но есть то, что мы читаем дважды в день в молитве Шва-Исраэль. Это отрывок из книги Дворим. И здесь говорится, Творец просто сам объяснил сынам Израилем, живущим в Израиле, какое именно последствия будет иметь в этом мире расплата за нарушение его воли. И сказано, «Берегитесь, берегите себя, чтобы не обольстилось ваше сердце и совратившись, и не стали вы служить богам иным и поклоняться им, иначе воспылает на вас гнев Бога. И затворит Он небо, и не будет дождя, и земля не даст плодов своих, и скоро исчезнете вы из этой благодатной земли, которую Бог дает вам». Сказано абсолютно ясно, если перестанете жить по законам Торы, и начнутся неурожаи, и наступят голодные годы, то в результате не хватит у вас сил защищаться от захватчика, вы пропадете, вы вскоре с благодатной земли. Так дважды случилось. В первый раз евреев покорили и изгнали из страны вавильоняне, второй раз римляне, имеется в виду, когда уже стоял храм. Так вот сегодня живущим в земле Израиля не нужно ждать следующего раза, следующего изгнания, а нужно усиливаться в соблюдении заповедей Бога. И в этом году еще и заповеди Шмиты, как особой заповеди, редкой, которая только соблюдается в земле Израиля. Но о неживущем пока в земле Израиля нужно быстрее переезжать. Ведь только в этой земле глаза Бога на ней от начала года и до конца. И только на ней полноценно работает вот та самая Ашгаха Пратид. И только в ней полноценно работает хохма, передача нам от Всевышнего идей, мыслей и так далее максимально для нашего блага. Только в земле Израиля можно достичь максимально возможной близкости со Всевышним, а значит дать ему возможность одарить нас, максимально одарить нас благами. И результат мы видим по стране. При всем светском государстве, которое есть, и светских законах, и огромного количества несоблюдающих людей, ну, которое уменьшается, конечно, с годом в год, Бог терпеливо и настойчиво ведет нашу страну к приходу Машеха и дарит нам тут огромное количество успешных отраслей экономики, включая стартапы во всех областях. Да, мы видим. Это ли не подтверждение законов земли Израиля? А проживающим за границей не только не имеют полноты связи со Всевышнего, отсюда полноты его благ, но и вообще, как будто служат идолам. И об этом прямо сказано в прошлой недельной главе в Бегар, которую в большинстве случаев у нас читаются вместе с нашей главой. Там так и сказано «Я Бог Всесильный ваш, который вывел вас из земли Египта, чтобы дать вам землю Кнаан, быть для вас здесь Богом». И Раши, там ссылаясь на Талмуд Ктубот, пишет «Быть для вас Богом» – это означает для живущего в стране Израиля «Я Бог», а покидающий ее как бы поклоняется идолам. Это великий Раши. И поэтому Бог предпринимает все больше и больше усилий, чтобы выдавить всех евреев из насиженных мест, привезти в землю Израиля. И чем больше усиливаются эти намприятия Бога, тем больше нам становится понятно, что Он торопится, а значит, Он уже вот-вот готовит приход Машеха. И следующей войны не будет, если все евреи уедут в Израиль, из России и Украины, уже сейчас, в результате этой войны. Это одна из целей Всевышнего в этой войне. И мне не хочется пугать, но те, кто вернутся и останутся в Украине, то попадут под новые меры со стороны Всевышнего. Уже скоро. И все знают, что я говорю это не только сейчас, когда сам переехал в землю Израиля. Я всегда так говорил, я всегда говорил, что целью войны, которая началась в 2014 году, была выдавить евреев из Украины в землю Израиля. Сейчас, с учетом разворачивающихся событий, речь идет уже и об евреях России. И, кстати, умные люди там это понимают, и репатриантов из России и евреев уже становится целый поток. Так что вперед, товарищи! Желаю всем правильных решений, сил всем и выносливости. Просто не будет, но и по-другому нельзя. Брахавы от слаха, благословения и успеха. Остаемся и дальше в поисках смысла.